здрасьте друзья приветствую на канале forest lamp сегодня расскажу покажу как делал шкатулки в общем не заказали шкатулку небольшую там одна будет в общем они под ювелирные изделия из хорошего дерева часто их не делал но решил поделиться вдруг кому сгодится как говорится сделал одну шкатулку из сапели одна будет из палисандра ну там детали будет американский орех ну и сделал просто из разного дерева посмотреть как они будут выглядеть как они будут смотреться под лаком под маслом конструкция очень простейшая без всяких шипов основания и крышка является основным как бы связующим звеном в этой шкатулке все к склеенными 3d клей так еще что там у нас практически все будет запилена на циркулярки там 90 процентов все будет сделано ней ну вначале немножко там попилил на ленточку по распускал но это как бы эти вещи можно сделать и на циркулярки просто пропил тоньше и меньше уходит к вице ценных пород дерева в мусор а так принципе практически все можно это сделать на циркулярки без каких-либо проблем вот и кому интересно будет по обзорчик по ленточной пиле он у меня есть и в конце видео сделаю там jet 16 на 380 ватт у меня ну в общем кому интересно посмотрите как она перед перед суперской честно говоря любой ширины любой высоты тихонько без визга вписков распилит пилки стоят естественно родные самодельные или как их называть когда на метраж продают приходишь говоришь размер пилки тебе его нарезают и все да если порвался придешь придешь тебе заварит они там стоит пределов 300 рублей у нас 350 зависимости там от ширины нету биметалла так вы конечно тоже хотелось бы поставить биметалл хотя бы потому что можно пилить алюминий он гораздо живучие по сравнению с обычными пилками но это как перспективы на так принципе вот конструкция самой шкатулки очень простая вы сразу определяете какая вам нужен нужен какой нужен размер делайте приспособу в моем случае это был даже не каретка просто направляющие боковой упор который регулируется под углом к нему было просто доска с мдф определенной элементарный стопор то есть там не городе ничего особенного все на малярный скотч даешь высохнуть пару часов вот реально пару часов и потом достаточно просто наждачка зашлифовать что были плоскости там где-то за гусеницы с клея поубирать но это такой экспериментальный больший вариант вот следующем видео покажу как дело шкатулку уже больших размеров она будет плоская будет брошь фабула называется сейчас модное слово ближайшее время сейчас время подарков новому году и думаю кто-то кому-то что-то это все пригодится что делается очень реально быстро если хотите сделать шкатулку я не знаю как она будет смотреться и сосны предварительная и сосны нарезал поэкспериментировал как бы технологию отбивал потому что у меня есть шкатулка на час там будет в конце видео наверное будто к длины по долговатой формы в которой я сразу делал пазы под крышку друг на друга и я понял что это не очень удобно много заморочек и когда крышка одевается есть небольшой лифт потом приходилось шпоном наклеивать а здесь если делаете целиком сразу весь корпус потом распиливаете на две части там выше ниже кому как угодно и уже внутри вставляете ламели и она закрывается очень плотно как прям как матрешка без всяких особых подгонов все идеально фурнитура конечно здесь у меня мягко говоря говно то есть по-другому не назовешь чтобы ее вставить и не знаю что нужно вверх она какая-то вся хлипкая надо заказывать отдельными походу фурнитуру потому что матуша на мягкого она болтается приходилось даже лаком брызгать чтобы она хоть немножко плотнее было закрутить четыре самореза это тогда надо будет такое дело гигантский против между крышкой основанием что это будет просто некрасивая по диагонали прикрут прикрутила саморезы может быть не очень красиво но она и так держит предварительно у меня сами петли приклеены на двухкомпонентный клеится то есть не могут они были так бы держали но это саморезе ки больше с поколения не то есть я думаю что на фурнитуру покупать из к ней сильно не придирайтесь это вот искать из того что было то и полюбила вот эти основные будут две одинаковые они из американского рейха полностью сделаны одна из сапели сейчас увидите все так это в конце все еще получилось там и палисандровую дерево за да кстати с палисандр и попробовал покрыть шелаком у меня было в банке шелак железный могу лет шесть на она думала уже выветрился это вот такой благ со спиртом там это не парам его нужно размазывать один раз провел тут же высыхает то есть там как в масло или как лаком там даже не растирается но потом располировать будет шикарно получится монум может получиться здорово то есть эту шкатулку я по поэкспериментировал с шелаком то есть кому не нравится вот такой торец можно это все дело обыграть и он пробовал все на 45 запиливать и вставлять принципе щелки все на появляется надо более-менее как придумать их другую технологию но вот с этой более менее проще самое главное надежно точно никуда не денется с такого основания ну и при желании его можно отфрезеровать со с двух сторон но играет это сделать так как я и я не должен делать как кто-то по-другому хочет или должно быть это мое мнение и я покажу как я именно это сделал вы можете здесь абсолютно по-другому то есть игру вот видите как он элементарно сразу плотно собирается только единственно что это недостаток не могу понять почему они у меня в двух положениях только защелкиваются хотя вроде все размеры одинаковые но плотно абсолютно как бы вот в этом нюансе есть какой-то но по большому счету для шкатулки думаю не принципиально поэтому вопросу сильно заморачиваться вот одну шкатулку я покрыл маслом твердым другую покрыл лаком автомобильным обычным лаком который в баллончиках несколько слоев на полуматовый такой какой-то по расцветке уже получился совсем две разные шкатулки одна блестит другая такого матового блеска такая достаточно интересно вот этот я в шкатулку покрываю шелаком палисандр очень классное дерево мне понравилось плотно и гораздо плотнее даже чем орех фактура с чем-то похожие сапеле вот только здесь есть прожилки более коричневые темные в сапеле она более светлая все однотонный коричневый цвет но усыпили есть такой рефект 3d то есть вы его вращаю поворачиваете по разным по позах так сказать и она вас меняет картинку это темп типа похоже как она березе когда нижней частью делается такой глубокий перелив ну типа того как сказал так сказал вот такой получается блеск у американского ореха но он достаточно тоже принципе хорошо смотрится но он не сильно коричневый такой с чем-то сражали начал отдавать ну вот и вот в результате вот это это уже следующая шкатулка так я еще не распилил ее сапелевская на другие уже в принципе уже готовы часа вам всех продемонстрирую ближайшем видео будет еще вопрос небольшой сын как бы еще одна будет шкатулка более плоская но уже на буду готовом виде но сделано будет абсолютно по такой же технологии там покажу как делал саму фабулу заколка деревянная которая будет в этой шкатулке подарочная всем спасибо за внимание не забывайте подписываться у дать по колокольчику я думаю что в ближайшее время очень будет много видео тем более с новогодние выходные праздники по крайне пока я пока это видео вы смотрите а там дальше будет видно кто-то может быть летом через год смотреть через полгода и он это понятие зима и лето и новый год не поймет но как подарок очень быстро делается могу сказать очень быстро делается и приятно получить сама по себе шкатулка это уже будет не просто вместо упаковки а уже сама являться тем самым подарком а там если еще что-то в нее вы вложите я думаю это будет очень хорошо всем спасибо то досман до конца приятных просмотров до новых встреч друзья удачи всем удачи всем Продолжение следует...